Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турва, и сегодня мы с вами продолжаем играть в People Playground, друзья, и сегодня мы продолжаем смотреть на различные новые интересные текстурпаки. Друзья, в общем, давайте перед тем, как мы начнём, вы влепите огромный лойс, огромный палец вверх, если вам нравится подобного формата видео, и, ну, я думаю, что давайте тысяча лайков, тысяча лайков, всё так, по лайту, и тогда ссылочка на этот текстурпак будет в описании, да, на ссылке. Появится он в моей группе ВКонтакте, ссылка тоже есть в описании, так что, друзья, точнее, ссылка появится в комментариях. Ну, в общем, найдёте её где-нибудь, я думаю, что я где-нибудь её обязательно оставлю, друзья. В общем, этот пак посвящён 90-м годам, точнее, Америке 90-х, не России 90-х, потому что это был бы очень бедный, наверное, текстурпак, а Америке 90-х. В общем, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Так, ребята, люди, вот такие люди, смотрите, вот такой человек, вот у него, видите, такой, как будто он скалится, знаете, у него такие злые зубы, он такой, типа, эх, 90-е годы Америка, бандиты везде, везде что-то воюют, стреляют. Вот, в общем, такой вот мужичок у нас, и в качестве роботов у нас какие-то полицейские в какой-то броне, полицейские в броне, подождите, только вот реально, мне не нравится то, что роботы, они слишком, блин, большие, слишком большие, поэтому кажется, как будто бы полицейские против каких-то детей, но, в принципе, это нормально. Тут, вроде бы, если я не ошибаюсь, заменено вообще просто всё, и это прекрасно. Так, также у нас есть вот такая вот пушка, более такая серая, то есть, видите, всё в таких каких-то мрачных серых тонах. Но робота не прострелить, потому что у него супер-броник, супер-супер-броник. Давайте ставим мужичка, мужичок, давай, блин, маленький. Ну, вот такой мужичок более-менее, ещё, но всё равно, слышь, ты мелкорослый, такое ощущение, как будто здесь в полицию берут только людей выше определённого роста. Такое, в принципе, тоже может быть. Так, дальше идём. Топорик. Вот такой вот топорик, теперь он не деревянный, теперь он такой вот железный топорик, и, в принципе, пойдёт бита. О, вот это я люблю, ребят. Люблю, когда не чисто, просто, знаете, замена цвета, а вот когда какой-то ломик, какой-то ломик, например, да. Ломик это всегда прикольно. Слышь ты, мент, я тебя сейчас вскрою, давай, повернись, повернись жопкой. Примерно вот так это работает. Так, стрела. Стрела, понятно. Так, вместо кристалла, кстати, у нас какой-то, какой-то острый предмет. Но это уже не кристалл, это уже что-то железное. Так, идём дальше. Агнетушитель. Особо не поменялся. Молот. Молот стал, знаете, такой большой молот для мяса. Мясо. Знаете, когда мясо отбивают, примерно делается это вот так вот. Такой вот молот подойдёт в самый раз. Примерно вот так вот. Прям мужичок, мужичок умер. Мужичок умер. Я не хотел, друзья. Я не хотел. Честно говоря, так, молот такой вот неплохой. Ставим его сюда. Так, идём дальше. Нож. Острый. Острый как пика. Но, по-моему, слишком короткая ручка. Могу ошибаться, но ручка немножко коротковата. А в целом неплохой такой остренький нож. Так. Железяка. В принципе, такая же и осталась, как была. Так, тут тоже небольшой такой ретекстур просто произошёл. Пика. Так, кстати, знаете, на что это похоже? В Нью-Йорке есть такое здание. Примерно с такой же верхушкой. То есть, если так не всматриваться, то как будто бы мы смотрим на какой-то далёкий объект. На этот далёкий объект. Это как раз-таки то здание из Нью-Йорка. Такая отсылочка. Отсылочка на Нью-Йорк. Деревянная палочка. Просто деревянная палочка. Меч. О, хо-хо. Интересно, кстати. Вот это интересная достаточно идея. То есть, меч. Это как будто бы кастет. Как будто бы какой-то кастет вместе с мечом. Костемеч я бы это назвал. Так, надо тогда его... Подождите, нет. Вот так вот. Реально, ребят, костемеч. Костемеч. Почему бы и нет? Но выглядит реально, в принципе, интересно. Так, интересно, что сделано из палки-сосалки. Палка-сосалка не заменена. Я понял. Но, в принципе, она и не вписывается, потому что в 90-е так. И здесь такая... Во! Вот это реально чисто заточка. Чисто заточка. Это подходит, в принципе, если бы это был пак про 90-е России. Туда тоже, может, было бы эту заточку вставать. А, блин, она же не острая. Я хочу... Я хочу пробить чувака, но по факту это же не заточка. Это же этот... Гаечный ключ. Куда пошел мужик? Тихо, стой, стой. Мужик захотел уйти, но... Мы его не отпустим, друзья. Мы его не отпустим. Так, дальше. Огнестрельное орудие. Вот огнестрельное оружие, это реально интересно. Так. Вот такой вот калаш. Такой калаш у нас какой-то немножечко странный. Я вижу, что он складной. И вот тут какой-то такой перепад высот идет. Но, в принципе, имеют место быть. Эммочка. Эммочка стандартная. Стандартная эммочка, которую должны использовать, наверное, полицейский. Полицейский мужик. Полицейский мужик. Бывший робот. Понимаете, все полицейские это бывшие роботы, друзья. Так. Вот такую вот эммочку. Так. Вы арестованы именем закона. Слышите, у меня есть ломик и есть костемеч. Ну, в общем, да. Так. Пушка. Пушка, которая разрывает анус. Или бим-райфл, если по-русски. Ну, в принципе, она практически не заменена. И заменен у нее только рисуночек. И все. Ну, это мощная пушка, друзья. Поверьте. Так. Бластер. Бластер тоже такой более, знаете, более посеревший от жизни. Так. Замечательный арбалет у нас теперь с рукояткой. Чтобы удобнее было целиться. Руки, чтобы не трясли. Дизертвигл. Дизертвигл теперь с какими-то штучками здесь снизу. Можно прицепить сюда, наверное, лазерный прицел, например. Так. Дисассемблер тоже с ручкой, чтобы вам было реально удобнее. Потому что вот для этой пушки ручка, в принципе, оправдана. Потому что пушка большая, пушка тяжелая. В принципе, как бы да. Так. Огнемет. Огнемет у нас теперь какой-то вот такой вот. То есть, смотрите, здесь находится вот этот газ или что там. Потом... Ну, в принципе, прикольный, кстати, огнемет. Я не знаю, это с какого-то реального огнемета срисовано. Либо из головы. Но, в принципе, выглядит интересненько. Так. Глок-17. Тот же самый Глок-17, в принципе. М1. М1 Гарант. Тоже немножко переделанный. Извини, мужик. Извини, мужик. Я не хотел. Я не хотел. Так. Машинган. Немножко вроде... Что-то изменено. Что-то изменено в любом случае. О. О, кстати, прикольно. Смотрите, у робота внутри как будто бы тоже эти кости, там, кожа и так далее. Правда, он бессмертный. Я же говорю, в полицию нанимают роботов-терминаторов. Поэтому... Поэтому как-то так, друзья. Так. Миниган. Тоже небольшой... Небольшой изменений. Небольшой изменений есть. Так. Пистолет. Вот так вот у нас привыкли к пистолету. ППШ. ППШ это Tommy Gun. Вот это прикольно. Когда вот реально из ППШ делает Томпсон, в принципе, достаточно интересное занятие. Ну, это такой какой-то полу-Томпсон, полу... Полу-не-Томпсон. Револьвер. О, это... Вот это чисто, знаете, такой револьвер, который использует какие-то копы, шерифы, там, какие-нибудь... И такие... Ну, в общем, в общем, достаточно интересный револьвер. Какой-нибудь кольт, знаете, или что-то типа-то вот так. Вместо... Гранатомета, вместо базуки у нас что-то... Что-то похожее на... РПГ. Но какое-то немножечко... Не РПГ, естественно. Все-таки мы в Америке, друзья. Так. Вот этот вот шериф... Шербенверфер. Который кристаллами у нас швыряется. Теперь это... Меньше похоже на какое-то, знаете, такое... Инопланетное оружие. Это просто какое-то такое непонятное оружие, которое стреляет какими-то... Непонятными железными палками. В принципе, тоже имеет место. Так, шотган. Такой вот у нас дробовичок. Ну, в принципе, мне кажется, шотган надо было делать не такой дробовик. Хотя, наверное, это и пытались сделать дробовик. Вы знаете, как... Ну, полицейских у американских на вооружении стоят. Ну, немножко... Не знаю, не знаю. Не знаю, честно говоря, опять. Не знаю. Так, снайперка. Такая вот у нас снайперочка. Ей не хватает какой-то... Как будто бы рукоятки, на самом деле. Ну, возможно, так и должно быть. Так, идём дальше. Станер. Ну, это у нас такой... Грубо говоря, стандартный практически тейзер. Можно... А, смотри, да, робота можно тейзером уничтожить. А, подождите, в смысле? А. А, мне показалось, что... Только что мне что-то показалось, что он умер. Но он не умер, друзья. Так. Вместо МП-5, который, кстати, мне кажется, тоже можно было бы оставить. У нас вот такой вот непонятный. Не знаю, ребят, что это за оружие. Напишите в комментариях, если оно существует. Возможно, оно просто из головы. И вместо ВЕКТОРа у нас... Это что-то типа... Это что-то типа... Какого-нибудь EFN, да? Ну, в общем, такой вот буллпап у нас есть. Так, хорошо, идём дальше. Ядерная бомба. Ядерная бомба. Небольшой ретекстурб. А, я всё удалил, ну ладно, не страшно. Так. Во. Вот это тоже достаточно интересно. Вот это мне нравится, когда делают так. Это что-то типа С4. Что-то типа С4 вместо динамита. Это интересно. Так, здесь тоже небольшой ретекстур. Салютик, понятно. Так, здесь понятно. Гранатка. Понятно. О. Это похоже на микрофон. Ну, мне кажется, это не микрофон. Но похоже на микрофон. Подожди, давайте, знаете что, споём песню. Давай так. Ты Стас Михайлов. Не, ладно, ты Михаил Стасов. Давай, ты будешь Михаил Стасов. И будешь петь. Я люблю тебя, хотел я сказать. Но, в общем, плохая песня получилась у нас. Так, автомобиль. Автобус. Автобусы, я так понял, особо не заменены. Автобусы. Вот тут вот интересно. Давайте. Next texture. Так. Вот такой у нас какой-то пикапчик. Пикапчик. Полицейская тачка. Неплохая, кстати, полицейская тачка такая. Los Angeles Polish Departament. Так, next. Такая. О, это типа бандитская тачка. Смотрите, с прострелянными пулями. Прострелянными патронами какими-то. Пулями. И черная машина. А, ну все, мы все посмотрели. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, интересно. Станчик. О, это подсветка типа Абрамса, да? Ну, хотя, наверное, по факту это и был какой-нибудь Абрамс. Но я знаю, что обычно Абрамсы, они какие-то такие. Желтенькие. Ну, желто-песочные. Так. Ну, здесь особо тоже ничего не изменилось. Так, идем дальше. Здесь. Я, кстати, не знаю, стоит ли здесь вообще смотреть что-то интересное. Ну, вот батареечка такая. Чисто пройдемся по всем штучкам. Так. 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 О, лампы, кстати, смотрите. Как будто бы как стандартные, такие обычные, как... Я не знаю, как они называются. Флюоригелогенные. Ну, вы поняли. Такие, которые, знаете, в больницах во всяком висят и так далее. Очень похоже. Генератор. Интересный. Интересный генератор. Гироскоп. О, Лос-Анджелес Портс. LA Портс. Тоже прикольно. Тут должно быть какие-нибудь... Ну, хотя... Особо ничего не изменилось. Лазер. Эта штучка. На метрономчик. Так. Колесико. Так. Дисплей. Ну, в принципе... О, кроватка тоже. Вот люблю, когда кроватку делают с подушечкой. Правда, подушечки маленькие почему-то всегда. Но, в принципе, нормально. Так, а здесь? Понятно. Идем дальше. Шприцыки. Особо не изменились. Так. Ну, и вот тут самое, в принципе-то, интересное. Тонны. А якорь. О, тихо. О! Это наручники. Это аквариум. Это, видимо, какая-то еда. Так, давайте посмотрим, что тут еще так. Next, next. 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 Это... Я не знаю, что это, ребят. Честно говоря. Аптечка. И все, да, вроде? Да. Да-да-да-да-да-да. Так. Хорошо. Вместо этого. Бутылочка с водой, видимо. Бутылочка с водой. Так, стульчик такой у нас. Коробка. Теперь это не ящик, теперь это какая-то коробка. А если мы ее разобьем? Понял. Понял, принял. Хорошо, нормально. Так. Здесь это так. Здесь так. Так. Ага. Вот такое вот у нас зеркало. Теперь можно смотреться в него и бориться, друзья. Так, есть вот такой вот синий. В принципе, особо не изменился. Вот это опять не стекло. Ребят, делайте все стекло. Во всех паках вместо тарелки делайте стекло. Нахрен нужна тарелка, если можно сделать стекло. Так, тыквы. Тыквы вроде не поменялись. Так, здесь. Ага. Телевизор теперь белый. Да, оно да. Так, колесо. Ой. Стул. Палка. О, во. Кстати, то, что палка без вот этого, это, кстати, вот это, кстати, это, в принципе, неплохо. Вот это хорошая идея, потому что по факту нахрен палке нужно вот это вот сверху хрень была. А теперь хорошо. Теперь можно делать нормальные дома, так сказать. И вот такой вот столик. Ну, в принципе, друзья, я считаю, что пак очень даже неплохой. Очень даже неплохой. Хоп. Хоп, акварю. Ну, это, знаете, это чисто аквариум, вот это все. Это можно... Ой, блин. Что тут? Это можно... А, он же круглый, блин, точно. Можно воспроизвести такой офис, офис какого-то копа. Вот, например, офицер... Офисер Джоуи. Офисер Джоуи. Шериф... Не, ладно, это шериф Джоуи. Так, блин. Блин, скатилось все, все скатилось. Что вы, где мои бандиты? Ладно, это было жестко, друзья. В общем, я буду с вами прощаться сегодня. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, первые пальцы вверх. Пишите комментарии. Это новая серия по замечательной игре. Но People Playground не заставит себя долго ждать.